Возлюбленные друзья И мы знаем, что на протяжении всей истории очень часто в разные поколения и столетия в разных местах на Земле бушевали разные вирусы. Ну, допустим, такие вирусы, как Эбола или вирус, который назывался Испанка или многие другие вирусы, которые уносили тысячи и сотни тысяч жизней. И мы сегодня понимаем, что люди делают все возможное, чтобы оградить себя от этих болезней, которые атакуют тело. И это абсолютно нормально, беспокоиться или защищать свое здоровье. Бог дал нам здоровье, Бог благословил наши тела и назвал их храмом Святого Духа. Бог дал нам привилегию прожить на этой земле при большей крепости. Кто сколько бы хотел прожить, возлюбленные? Есть ли кто-то здесь, кто хотел бы реально прожить сто лет? Есть кто-то? К вам обращаюсь, наши телезрители. Живите долго, живите благословенно. Пусть ваша жизнь, она будет наполнена Божьими красками и каждому вам по сто лет. Кто-то скажет, не хочу жить сто лет. Ну, понятно, если твоя жизнь насыщена, наполнена и ты стремишься, бежишь все успеть. Я не знаю, моя бабушка, она прожила 90 лет на этой земле. Она как-то мне уже сказала, ой, я устала уже жить. Я пока такое слово применить к себе не могу. Такое ощущение, что мы начинаем только жить. Я знаю одну пожилую женщину, которая прошла и Первую мировую, ну, знал она уже в вечности Вторую мировую. Она прожила, она могла, она родила, она подняла детей, она не сдалась, она получила пенсию. И в свои 89 лет она поступила учиться в один из вузов. Дистанционно, правда. И кто-то ей сказал, слушайте, когда вы закончите это образование, вам будет 94 года. Зачем оно вам надо? И она ответила, послушайте, я все равно проживу и мне все равно будет 94 года. Но тогда, когда я проживу и мне будет 94 года, у меня не будет диплома о высшем образовании. А так у меня будет в 94 года диплом о высшем образовании. Я все равно же, говорит, дойду до этих 94. Я думаю, возлюбленные, насколько для нас с вами важно сегодня жить на полную катушку. И тем самым внимательно посмотреть, что же сегодня Бог хочет по отношению к нам. Когда вирусов очень много, проблем атакующих здоровья очень много, но мы должны убрать взгляд просто от физиологических проблем и посмотреть на самую главную проблему в этой жизни, которая написана в послании к римлянам, писание четко говорит нам. Давайте мы посмотрим место, 5 глава, 17 стих. Самый главный вирус на этой земле. Библия говорит, ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Мы с вами понимаем, что есть самый главный вирус, который зародился еще в Эдемском саду. И этот вирус, это не просто COVID-19, который где-то там кто-то подышал, кто-то почихал, кто-то легко его перенес, кто-то с трудом его перенес, но так или иначе это просто разновидность гриппа, которая имеет вот такие-таки осложнения. Но если сравнить это с вирусом греха и беззакония, который уже начинает впрыснуть к человеку в момент, когда он даже во чреве матери формируется, и когда он рождается на эту землю, он уже инфицирован этим беззаконием падшего Эдемского сада. И Иисус Христос сделал все, чтобы также посредством его жертвы, любой, кто к нему обратится, абсолютно любой, Вот как если взять простой пример, если кто-то переболел этим вирусом COVID-19, то у него появляются внутри его крови какие-то антитела, и доктора просят сдайте кровь, кому-то помогите, и так дальше. Это такой хороший библейский намек на то, что если Христос поделился с тобой своей кровью, и его тел, его антител против вируса и греха достаточно, чтобы дать нам новую природу, и наши имена записать в книгу жизни, чтобы ты больше не болел болезнью греха и беззакония, чтобы дать тебе право быть его сыном и его дочерью до самого конца. Как сегодня многие люди понимают, что кто бы сегодня вокруг тебя не кашлял, не чихал, ты уже имеешь хороший иммунитет внутри себя, ты защищен, потому что тебе пришлось уже пройти, тебе пришлось уже пострадать, и твой иммунитет уже поборол это состояние. И сегодня, что бы ни происходило, ты жив и ты здоров. Слава Богу. Но вот Иисус Христос на кресте уже все сделал, чтобы нам с тобой иметь привилегию благословенной жизни, и не просто вечно бороться с грехом, вечно падать, вечно вставать. Сегодня Христос дал нам уже полную свободу. Но почему тогда многие люди, которые приняли Иисуса, взяли его драгоценную кровь, омылись в этой крови, и все равно по-прежнему падают и падают, падают и падают, падают и падают. Почему сегодня я назвал эту проповедь именно такими словами? Дисциплина, профилактики вирусов. Я понимаю, что такое профилактика. Профилактика это когда ты заранее стараешься предвидеть атаки, которые будут сваливаться на твою жизнь. Мудрые люди, они готовятся к испытаниям и проблемам. Не мудрые люди, которые совершенно верят, что в их жизни ничего не придет и ничего их не постигнет, они просто живут беззаботной жизнью. Но если мы занимаемся профилактикой, заранее подготавливая в своем здоровье, в своей душе, в своем духовном состоянии, мы словно строим стены против болезней, против отверженности или против каких-то духовных атак в нашей жизни. Атаки все равно придут, но ты уже к ним готов. Путь праведника вверх. Бог хочет, чтобы мы системно, шаг за шагом, пускай не быстро, но шаг за шагом шли, шли и поднимались выше в познании нашего Господа. Я видел одного человека, который сильно просил меня однажды помолиться, у него даже тряслись руки. Почему? Я говорю, что с тобой стряслось? Он говорит, мне дали талончик. Какой талончик? К зубному. Помолись за меня, я боюсь. Я прекрасно понимал уже, что этому человеку давным-давно бы надо сходить к стоматологу. Он говорит, с детства не могу. Вот в школу меня сводили, там были бесплатные стоматологи. И такая была женщина, она, видно, работала в каком-то, не знаю, учреждении. Она вот так закатывала рукава, у нее были такие крепкие руки, такие скальпели у нее были. Она, иди сюда, школьник. Она, и я, знаете, я тоже начал вспоминать. Однажды прямо, ну, у нас даже два было кресла на стоматологии. И когда у тебя какие-то проблемы с зубками были, у нас в нашей удивительной школе номер 108 работала такая женщина. А у нее не было чувства боли, у нее были стерты понимания, знаете, сострадания. Она просто приносила людям здоровье. Хочешь и не хочешь, иди сюда, и ты будешь здоров. Я помню, при мне она у одного доставала, какой-то там сверлила его, мальчишку было очень жалко, он кричал, визжал, извивался, держали его за руки. Ну, здоровье приходит таким путем, ты понимаешь. Хочешь быть здоровым? Закаляйся. И я сам себя вспомнил, что когда после школы первый раз я по доброй воле пошел к стоматологу, я свидетельствую вам. Я реально молился Богу, чтобы Господь дал мне силы. И я сидел, помню, на этом кресле, вцепился в него, и тогда уже пошли уколчики для того, чтобы обезболивать. И эти уколчики, ну, как только шприц, я хшшш, меня раз на шатырь. И я молюсь, Господи, сохрани, прости за все, что было, будет и когда-нибудь свершится, за все навсегда меня прости. Я так сильно молился, смотрю, она уже убрала свою руку из моих уст, и я все жду укола. А оказывается, я так молился, что я его даже не почувствовал. И когда тот парень ко мне пришел с трясущейся рукой, с этим талоном, моя мама меня все-таки отправляет, а я так не хотел, потому что зачем мне зубы, это не так духовно. Какие проблемы? Ты все равно все в земле сгниет, на небе будут новые улицы, золото, зубы, если надо, будут золотые. Все будет у тебя, но пока мы живем с тобой на земле. И если сегодня я своим детям говорю, профилактика твоих зубов экономит не только мои деньги в будущем, а то, что ты чистишь свои зубки, то, что ты ешь не то, что меньше сладкого, а вообще убирай это сладкое из своей жизни. У тебя будут прекрасные, замечательные зубки, и ты делаешь эту профилактику драгоценной. Что такое профилактика? Профилактика намного дешевле, чем впоследствии бегать по больницам или стоять в поликлиниках. Профилактика твоего здоровья или правильного питания определяет твое будущее, насколько долго ты будешь шерстить по этой земле. И некоторых людей мы видим и удивляемся утром. Я, допустим, бегу утром, роса, солнышко еще всходит, смотрю бабушка какая-то с палочками с такими, то ли для того, чтобы отбиваться, то ли для того, чтобы двигаться. И она раз-раз по кустам. Я думаю, ну пожилые люди, спать пора. Или отдыхайте, куда вы мчитесь? Она по кустам, по мокрым исчезла куда-то. Каждое утро эта бабуля шпарит по этим улицам. И ты думаешь, что ей надо? И как-то мы... Ей 80 лет. У нее все хорошо. Каждое утро она пьет воду, она берет эти палочки и помчалась в эти леса. Я думаю, ну ладно мне. Мне надо как-то двигаться, как-то пожить. Эти смена часовых поясов, где-то ненормированная жизнь. Ты устаешь, там еще что-то. Ну когда тебе будет 80... Спрогнозируй свои 80 лет, начиная с самого середины своей жизни. Потому что или ты будешь... Мне очень трудно дается состояние именно физических упражнений. Но физические упражнения, самое нелюбимое мое, это бег. Когда нужно просто бегать. И ты думаешь, бегать, бегать. Ну это же просто... Я знаю людей, которые говорят, ничего-ничего, втянешься, все будет хорошо. Беги, там, сколько ты бегаешь? Я говорю, 3 километра я бегаю, потом я умираю, потом я воскресаю. И потом на следующее утро я опять собираюсь силами, чтобы себя победить. Он говорит, я бегаю 15 километров в день. Я сразу... Где столько времени взять, чтобы бегать 15 километров в день? Он говорит, я лучше буду бегать 15 километров в день, нежели потом я буду страдать от того, что у меня плохое здоровье. Вы знаете, вот этот вот момент профилактики духовной жизни, ведь он точно такой же. Почему некоторые люди падают или сходят с христианской дистанции? Потому что на определенном жизненном этапе они не делают профилактику своему духу. И если кто-нибудь из нас, пришедший ко Христу, мы настолько верим в сверхъестественное, мы верим, что все в нашей жизни будет именно сверхъестественно. Помолились за тебя, ты болен, у тебя что-то случилось, ты пришел к пресс-фитерам, помазали тебя елеем, совершили молитву, ты получил еще 10 лет жизни безболезненной. Убежал куда-то. Через 10 лет ты опять приходишь, тебе уже 94, и ты говоришь, хочу еще 10 лет. Опять за тебя помолились, ты опять убежал на 10 лет. Но не будет так на самом деле, возлюбленные. Сверхъестественно это то, что делает Бог, но Он с нами в завете, и Он говорит, ты должен делать то, что естественно. Ты определяешь сегодня свое будущее сам. Ты закладываешь сегодня какое-то семя через свои поступки, свое отношение к жизни, к здоровью, к семье, к финансам, к отношению с детьми, к отношению с церковью. Ты сегодня живешь, но определяешь свое будущее. Это все в твоей власти. Поэтому Бог говорит нам, что именно дисциплина является профилактикой вирусов. Один брат мне сказал, я вообще не болею, вообще не болею, никогда не болею, и в будущем не буду болеть. Но было время, я был немощен, я был вот скручен, я все время чихал и кашлял. Я говорю, что ты, какие витамины ты пьешь, брат? Он мне говорит, мои витамины, это холодное ведро воды утром. Я так не хотел бы это вообще даже слышать. Потому что есть две вещи в жизни, которые я просто не люблю. Это холодное ведро утром и бег. Вот это две вещи, которые от дьявола. И я понимал, что только это не говори. Ну скажи, что ты кушаешь что-то, пьешь что-то, чуть спишь дольше. Вот это приятно слышать. А он говорит, нет, берешь и льешь на себя, и жизнь здоровья, и болезни разбегаются прочь. Я думаю, ну это высокий уровень, я не могу до него дотянуться. Под горячей водой я, как новообращенный в здоровье, ну буду стоять спокойно, славить Господа. Но никак не под холодной. Знаешь, посмотрите на апостола Павла. Что сказал этот божий человек? Он сказал, первое послание Коринфской церкви, 9 глава, 24 стих. Он говорит, не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все сподвижники воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы нетленного. Потому что я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить только воздух. Но усмиряю, обратите внимание, и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И вот именно здесь сокрыт успех этих спортивных людей, на которых внимание наше обращал апостол Павел. Он сказал, что спортсмены, которые бегут куда-то, в данном случае мы рассматриваем спортсмена, который занимается бегом. И когда апостол Павел писал, это недалеко от Каринфа был стадион, где проходили вот эти вот спортивные игры, где греки возвеличивали спорт. И там никто не давал медали, там просто давали венцы. Но апостол Павел трактует это так, нас ждут венцы на небе. И мы за венцы нетленные бьемся. А они на этой земле, чтобы бежать, прибежать первыми, бьются за венцы тленные. И мы принимаем, что такое спортсмен, кто такой спортсмен. Спортсмен это совокупность дисциплины. Много среди нас талантливых людей, много одарованных, но очень много неудачников. Почему? Да потому что упорство присуще спортсменам, которые тоже могут быть талантливы. Но если бы они не приложили упорство, не приложили старания, не приложили систему и дисциплину, а не стали бы, как многие люди, которые сегодня имеют и таланты, и здоровье, и хорошие стартовые условия, но ничего не достигли, потому что не приложили дисциплину. Хорошо, когда кто-нибудь тебя контролирует и дисциплинирует. Что вообще дисциплина представляет из себя? Дисциплина нужна для того, чтобы научить нас делать то, чего мы не хотим, чтобы достигнуть в жизни то, что нам по-настоящему нужно. Вот для чего нам нужна дисциплина. Хорошо, когда в твоей жизни есть тренер, есть лидер, есть служитель, есть пастор, который будет мотивировать тебя. И спортсмен никогда не достигнет высоких позиций, если не научится самодисциплине. Когда тебя кто-то контролирует, это определенный уровень жизни. В моей жизни был прекрасный тренер по фамилии Берестин, который занимался со мной, который тренировал меня, вместе с которым мы завоевывали какие-то медали. Было время, когда вдруг я расслабился в своем юношеском возрасте, перестал посещать спортивные тренировки, и я однажды, возвращаясь к какой-то там шальной прогулке зимой, иду в свой подъезд и смотрю, у моего подъезда стоит мой тренер. Я думаю, он ошибся адресом, что ли? Он живет совершенно на 3-9 земель. Что он делает здесь? Он меня вот так за голову взял и сказал, «Ты почему не приходишь на мои занятия?» Я получил откровение на всю свою жизнь. Он смотрел в мои глаза и сказал, «У тебя есть талант». Он как сказал мне, сказал. На следующее утро в моем дневнике из красных двоек сразу стали четверки. Он так меня вдохновил. И он сказал, «Если ты мне не принесешь в конце месяца свой дневник, где будут одни пятерки, я знаю, где ты живешь». Но вспоминайте, наша жизнь, это реально плюсы нашей жизни часто состоят только из тех людей, которые крепили нас, которые дисциплинировали нас, которые бегали за нами и говорили, «Я тебе научу жизнь любить». А когда все вот так вот нас главили по… «Знаете, нам конфетки давали, да не расслабься, ты в христианской церкви, учение о благодати, не напрягайся, тебе не надо читать слово каждый день, на собрания ходить можно вообще только по праздникам». И так растут расхлябанные, с размытыми границами, ненадежные, слабые, как духовно, так физически люди. А те, которые сказали, «Самодисциплина» – это люди, которые написаны в книге «Притч» 16 главы. Давайте прочитаем этот текст Священного Писания. Книга «Притч» 16 глава. Библия говорит, «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Вот он уровень людей, которые смогут дойти до конца, которые понимают, что владеть собой своим языком, своими аппетитами, своими жизненными ценностями, своим временем, своими эмоциями, своим гневом, своими деньгами – это люди, которые изнутри себя сказали, «Дух Святой меня и меня». Даже если рядом со мной не окажется тренера, или лидера, или пастора, Дух Святой всегда с тобой. И он просит тебя, «Ты пришел в сверхъестественную церковь». Здесь многие вещи чудесами и благодатью покрыты. Но если мы с тобой не приложим дисциплину к нашей жизни, духовной жизни, мы планируем свое банкротство в будущем. А есть люди, которые не менее, знаешь, они не особо талантливы, они не особо выделяются из толпы, они обычные христиане, у которых обычные стартовые жизненные условия. Но они положили в свое сердце дисциплину, они словно встали на забег, о чем говорил апостол Павел, и они побежали в своей христианской жизни в познании Бога. И тогда не надо бегать за ними и говорить, «О, люби Бога! О, люби церковь! О, люби семью! О, люби жену! О, люби Слово Божье! О, ведь это пища для тебя!» А ничего, время придет. А завтра, ну, послезавтра. Мы сами с вами знаем, как сложно заставить себя делать что-то системно. Мы сами с вами знаем, что когда ты за что-то взялся, и ты лидер, ты служитель, ты лидер домашней группы, вот оно, слово в твоих руках. Это мощь, могущество. Но если относиться к нему несистемно, многие вещи протекают мимо, уходят мимо, и мы теряем время, мы теряем силы. И Писание называет это «бьют воздух». Бьют воздух. Бьют воздух. Последнее место Священного Писания это послание к Тимофею. Первая глава. Первое послание Тимофея, четвертая глава, тринадцатый стих. Апостол Павел говорит. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учения. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Посмотрите, как тождественны эти два места Священных Писания. Первая Коринфянам 9 глава, где Павел говорил, чтобы проповедовать другим самому не остаться недостойным. И первая Тимофея 4 глава, где Павел говорил, что так поступая, ты спасешь, во-первых, себя. Поэтому, уважаемые христиане, уважаемые друзья, прежде всего, поверните взгляд на себя. Хватит менять мир, менять родственников, менять обстоятельства. Давайте согласимся, что номером один надо поменять собственное сердце и собственные ценности, собственное мышление. И когда апостол Павел говорит Тимофею, да, ты пророческий помазан, я возложил на тебя руки, сверхъестественные дары сошли в твою жизнь. Но почему-то после этого всего сверхъестественного, он говорит, а теперь ты старайся, учись, развивайся, будь подотчетен. Он ему говорит, что есть естественные вещи, без которых ты не достигнешь силы, ценностей, венца, который ждет каждого из нас на небесах. Поэтому, возлюбленные мои братья и сестры, на многих людей сегодня можно посмотреть и сказать, что совсем не в далеком будущем они будут хромать на оба колена и могут даже отвергать Бога ценность служения и ценность Божьего слова. Потому что сегодня они ведут себя настолько халатно. А есть люди сегодня, которые, может быть, пока из себя ничего не значат, а с великими достижениями. Но они вцепились в Господа, в Его Слово. И системно идут на молитву в каждое утро, в 6 часов 30 утра. Они не такие сверхъестественные. Они обычные, такие, как мы с тобой. Но Слово в их сердце. Они положили внутрь себя желание каждый Божий день читать Писание. Возникают вопросы, они задают их. Они положили в свое сердце желание каждый день делать комплименты своей жене и своей тёще для того, чтобы спланировать свой прекрасный вечер и прекрасную жизнь. Они согласились делать что-то системное в церкви, в домашней группе, чтобы росли лидеры и служители. И Бог приходит на это естественное своим сверхъестественным. Твоя профилактика духовного состояния это то, когда ты будешь планировать свое будущее уже начиная с сегодняшнего дня. Вирусы греха, вирусы обид, вирусы горечи, вирусы отверженности, вирусы любого духовного уровня, которые словно как кинжалы вонзаются в нашу жизнь, они были и будут. Атаки против семьи, разводы, горечи, делёжьи были и будут. Дети наши как боролись с миром, как страдали от того, что их искушают, их атакуют, какие-то вещи в их жизнь врываются, это было и будет. Но если ты будешь планировать и будешь стараться, и будешь проводить время с детьми, и будешь проводить время с женой, будешь проводить время с Богом, тогда вот эта профилактика, она сохранит тебя. Твой дух, твою душу, твоё тело, твоих детей, твои отношения, твою жену и всех твоих родных и близких. Так же и твою церковь. Я верю, Дух Святой сегодня ко многим из нас говорит в сердце. Сложнее всего, сложнее всего управлять самим собой. Сложнее всего легче молиться за всех, Господи, дай перемены, но сложнее всего заглянуть в собственное сердце. Сложнее всего сказать, вот я, я бегу, я очень прошу, научи меня дисциплине. И последнее. Есть в церкви такое понимание и учение о том, что есть люди, которые не хотят самодисциплинироваться, вести святую, чистую жизнь. Библия даёт нам, как священникам и пасторам, право брать их на церковную дисциплину, ограничивать их в чём-то, обличать их, стыдить их, потому что сами не хотели судить себя, в их жизнь приходят суды Божьи. И это стыдно, позорно, это отстранение хлебопреломления и служения, это неправильное состояние сердца для многих христиан. Во имя Иисуса Христа. Да благословите нас себе, Господь, чтобы нам с вами биться не ради земного венца, а ради небесного. Мы бежим на ресталище, и жизнь наша скоро так или иначе закончится. Но у одних она закончится с триумфом, победой и наградой на небе, а у других просто как суета. Умирать не страшно, если жизнь прожита не зря. Аминь или нет? Аминь. Во имя Господа Иисуса. Я молюсь, Господь, за всех наших телезрителей, я молюсь за всех наших братьев и сестер. Я благословляю всю церковь и все церкви жатва именем Иисуса Христа. Дай нам откровение о том, что сверхъестественное важно, но дай нам откровение, что и естественное важно, чтобы соединились эти две истины от Бога и от человека, чтобы нам дисциплинировать себя и взять Слово Твое номером один в нашей жизни, взять Слово Твое номером один, Господь, в наших семьях, взять Слово Твое номером один, Господь, для нашей церкви, и чтобы это было постоянно во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово, которое обличает, но формирует нас как служителей Нового Завета. Благодарю Тебя, прославляю Тебя и возвеличиваю Тебя. Имя великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Мы все вместе доскажем Аминь.